В искусстве криминологии мы знаем, что иногда очень позитивные причины рождают очень негативные условия. В частности, помните этот указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом создал условия для такой преступности, что мама не горюй. Так вот, ты рассказывал сейчас то, что мы прекрасно знаем и где у нас болевая точка. То есть, это западные державы, которые привечают путинскую мразь, дают возможность накраденные деньги покупать все и так далее. То есть, там причины какие? Позитивные причины. Либерализация, демократизация этих обществ, открытость, законность. Ну, то есть, все те принципы, которые бы мы хотели видеть у себя. Да, и на которых паразитирует вот это. Относительно нас это создает страшные условия для путинской преступности. И вот сразу, раз мы говорим о будущем, вопрос. Ну, революция, сносим мы нахер путинцев. Они как тараканы, суки, разбежались. Кого-то мы поймали через трибунал, накол посадили. Кого-то по индигирку загнали. Большинство убежало. Те позитивные причины, они опять создадут негативные условия для генерации этой преступности. Потому что она засядет там, на Западе. У них будут деньги, и они будут действовать против нас. Это будет страшная контрреволюция. У них будут щупальца, которые они будут запускать. Как нам действовать? Как нам их искорчевывать оттуда? Это хороший вопрос. Это вопрос в каком-то смысле об андей такой, да, будущем. Но ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. 21 век, он же ведь дает и возможности, но он и дает и инструменты. Противодействие чему-то подобному. С одной стороны, безусловно, и, конечно, новая Россия, рожденная на постпутинском пространстве, она, конечно, должна будет этому вопросу отдать важнейший приоритет. Главная борьба с недопустимостью возврата. Причем жестокая борьба. Это не должно быть мямление, конючение, упрашивание кого-то вернуться, убеждение западной института, чтобы они выслали этих людей, отняли их капитал. Не получается, значит, физическим путем. Физическим путем доставлять, забирать, отнимать, гасить, молотком бить по пальцам. Понимаешь? Буквально, фигурально. Это единственный путь. Все остальное – это смешные разговоры. Кому призывать? К какой совести? К каким, так сказать, правилам? Кого? Вот этих, которые сейчас, Навального, значит, не пускают к нему врачишек. Понимаешь? Этих убеждать вы собираетесь? Нет. С такими разговор один. Известно, какой он. Хорошо. Вот с этим Россия хорошо справляется. Вот что у нее не отнять, так это вот уметь, значит, вовремя дать по зубам. Вот ты понимаешь? Этому научились. Это, слава богу, этому учить не надо. Вот тут как бы все будет хорошо. Поэтому мне кажется, что, конечно, это вопрос ответственности будущей власти и будущего общества. Потому, что не только государство. Вот общество очень важная вещь. Понимаешь? Ведь как бы... Мы ведь пришли к чему? Что у нас общество вообще анимировано, но бездействия нет как бы, да? В нормальной этой системе, да? Появляются какие-то структуры. Я помню, когда на Эверфаке учился еще. У нас был преподаватель покойный, замечательный, в моем университете. Значит, он задал вопрос по истории государства и права. Говорит, а вот скажите мне, дорогие друзья, мы тогда каучуковые законы проходили, там, понимаешь, в 19 веке в Германии. Нет, задачки решали, вот эти задачки, вот эти задачки. Я хорошо, кстати, задачки решил. Вот. И он говорит, а вы мне вот сообщите, пожалуйста, а Коза Ностра это что? Это часть гражданского общества или нет? Ну, как люди говорят, как Коза Ностра, которая, как Коза Ностра, там, она живет отдельно, создает структуру параллельной власти и так далее. Ну, и все, конечно, инстинктивно, 90% говорили, что, ну, нет, конечно, как Коза Ностра, это же преступная, там, и так далее. И некоторая часть говорила, ну, вообще-то, если так вдуматься, то, конечно, тоже. Это часть гражданского общества. Но это такой же частью гражданского общества. И он говорит, да, это так и есть, конечно. Люди, которые самостоятельно, помимо государства, объединяются в некие группы. Ну, ладно, у кого-то преступные намерения, там, от общества филателлистов до создания частной военной компании. Если это проходит мимо государства, если это инициатива сообществ, да, людей, там, неважно, как они, это уже очень сильная предпосылка к созданию самостоятельной гражданской системы. Отдельной от государства. Вот все, что отдельно от государства, оно очень жизнеспособно. Земства по-настоящему, на самом деле, в идее своей были для того, чтобы быть не государством. Вот этот знаменитый памятник, вот все говорят, в 17-м году должно было пройти учредительное собрание. А многие ли помнят, что в 17-м же году в России должно было пройти большой земский собор, куда, представьте, земцы должны были собраться и учредить земство, которое должно было рядом с государством развиться в нечто, отдельную структуру, параллельно существующую с государством. Отдельная власть, понимаете, которая не подчиняется государству. Оно не занимает, сами собирает налоги, сами собой управляют земли, города и так далее. То есть, ну это забылся, это ушло, это никуда не пошло. Умерло, как все в России, начинается что-то хорошее и нахер заканчивается. Так вот, я что пытаюсь сказать, что, конечно же, общество может взять на себя эту функцию без государства. А мы сами к ним зайдем. Вот, к Якуйного в Германии живет. Вы не дергайтесь там, не надо спецслужб, не надо. Мы тут сами поговорим. А вам сообщим, что и как. Вы не волнуетесь, мы все сами сделаем. Мы для этих целях. Компании, частные товары, нанятия. Мы решили сожгать внешний эконом-банк и охотников за головами. То есть, суд выносит соответствующее решение. Коллектор. Да, да, да. Ребятишки, собираюсь, выезжайте. А можно? Да, как бы вы у нас не спрашивали. А мы у вас и не спрашиваем. Вы нам просто обеспечите. И все, а мы сами все сделаем. Мы сами его к вам привезем. Всю семью. И этих, и тех. Все приедут, все будут у вас. Вот клетки только откройте, и все. Поэтому я очень большую надежду лелею в связи с этим, что люди сами, партии какие-то политические, вновь возникшие, да, жесткие такие, резкие, которые, знаешь, не больно цацкаются, не больно рефлексируются. Люди, группы, компании. Они сказали, ты не надо. Зачем государство? Вы там сами занимаетесь, экономика, а мы тут сами поразбираетесь. Вот на это большая надежда. Я бы сказал так. Вот на это большая надежда.